Друзья, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Татьяна Максимова и, как вы уже поняли, сегодня буду рассказывать про различные минусы и недостатки Таиланда. Конечно, до меня многие уже все обсудили и высказали свое личное мнение, поэтому сегодня мое личное отношение и мои личные 7 минусов Таиланда. Какие основные претензии у тех, кто живет в Таиланде или у тех, кто только собирается сюда переехать? Основные, конечно, проблемы возникают при оформлении долгосрочных виз, их очень трудно сделать. Также многие жалуются на различных насекомых, животных, которых боятся. Кому-то не по душе здесь тайская острая кухня, не могут найти себе продукты питания, кто-то не знает, куда податься, потому что нет культурной жизни, некуда нарядиться, не с кем встретиться. Но я хочу рассказать не про какие-то глобальные недостатки Таиланда как страны в общем и целом, а именно про те недостатки и минусы, с которыми вы ну просто обязательно столкнетесь в своей повседневной жизни. Вы либо ваши знакомые, ваши родственники. То есть рано или поздно вы обязательно услышите об этом, к сожалению. Первое в моем списке, то, почему я очень страдаю и чего мне очень не хватает, это свежего, прохладного воздуха. Желание встать утром, особенно, когда ваша квартира с видом на море, открыть окно и вздохнуть вкусным, приятным, свежим воздухом, здесь это желание, к сожалению, нереализуемо, потому что воздух всегда будет горячий, влажный, и я не знаю, сейчас видно или нет, идет дождь, то есть моросит, падают на меня капельки, а это значит, что буквально через несколько минут воздух станет настолько влажный, здесь просто будет нечем дышать. А после каждого дождя еще хуже становится ситуация, то есть вы выходите на улицу, дождя нет, но вы моментально покрываетесь испаренной влагой, потому что становится очень влажным. Желание насладиться именно вкусным морским воздухом, холодным, прохладным, оно, к сожалению, невыполнимо. Второе, очень важное для жизни, особенно в современном мире, когда многие стараются следить за своим правильным питанием и почему-то думают, что они сейчас приедут в Таиланд и начнут питаться свежими овощами, фруктами, натуральными продуктами, к сожалению, не догадываются даже, насколько здесь все может обернуться какой проблемой для них. Ну, во-первых, практически вся готовая еда в ресторанах вам поддается с усилителем вкуса. Во-вторых, очень многие жалуются, что, да и я тоже на это жалуюсь, то, что овощи здесь, ну, они не просто невкусные, они отвратительные. Что тайские овощи, что импортные овощи, ну, наверное, скорее всего, из Китая. Помидоры есть невозможно, огурцы есть невозможно. Все, что вкусное, все импортное с Новой Зеландии, с Европы и, естественно, стоит очень больших денег. Также в точности я слышу от многих про молоко. То, что оно то ли из порошка, то ли восстановленное, но тоже молоко невкусное и, ну, скорее всего, многие считают, что не несет никакой пользы. Также в точности я еще могу сказать про пальмовое масло, к которому тоже у нас у россиян очень большое недоверие. Здесь практически все готовится на пальмовом масле. Ну, и это, конечно же, тоже и уличная еда, и в ресторанах, везде оно используется. Третье, что я могу отметить, если вы с детками, и не забывайте, что я говорю про Паттайо, а не про весь Таиланд, то вы обязательно столкнетесь с такой проблемой, что с ними негде гулять. Что у нас есть в Паттайе? У нас буквально пара открытых детских площадок, и я не смогу вам сказать больше, чем один или два парка, о которых тоже мало кто знает, и не каждый сможет до них добраться. И вот такие вот уличные прогулки становятся проблемой. Где гуляют дети? В основном гуляют по набережной. А где собраться детям большой компании? Где отметить день рождения, например, или какой-то праздник на открытом воздухе? Каждый раз один и тот же вопрос встает у всех мамочек в Паттайе. Где нам на улице собраться компания организованная? Возможно, где-то в других регионах проблемы этой не стоит, но в Паттайе, к сожалению, с детьми пойти погулять, посидеть вечером с семьей, отдохнуть или поиграть на детских площадках, вариантов очень-очень мало. Следующим пунктом я бы хотела тоже выделить одну из очень больших проблем, с которой вы тоже столкнетесь, если вы здесь будете жить дольше, чем несколько месяцев. Это обращение к тайцам за помощью, например, сделать какой-то ремонт. Я не знаю, какой синоним я могу подобрать к слову. Характеризующее умение тайцев делать очень плохо все. И когда мы делали ремонт в квартире, мы искали, ну, мы очень много искали различных компаний и вариантов, кто бы мог хорошо побелить, хорошо ровно выровнять стены, сделать плентуса. Да, практически все тайцы, которые работают в Кондо и могут вам с этим помочь, они никогда не подумают о том, что, прибивая какую-то рейку или картину, они могут вам испортить пол стены. Когда у нас разбилось стекло на двери в ванной комнате, и мы попросили нашего тайца из Кондо, пожалуйста, поменяй нам стекло, в принципе, проблем не должно было возникнуть, за исключением того, что прозрачным герметиком клеем он заклеил не только те швы, где стояло стекло, но и, в принципе, всю дверь. И таких моментов тоже бывает очень много, то есть меняют кондиционер и закрашивают абсолютно другой краской место на стене, то есть постоянно нужно с ними стоять, контролировать, и постоянно нужно, ну, не знаю, искать какие-то новые, какие-то новые варианты, новых работников. Именно поэтому, если здесь появляются объявления от русских людей, что они что-то умеют чинить, что-то умеют помочь, то, естественно, эти люди, их телефоны передаются из уст пуста, потому что мы привыкли к определенному уровню сервису и качеству работы, оказываемой, к сожалению, для тайцев, ну, стоит стекло и ладно. То есть нам их и их нам не понять. Да смотрите до конца, я там добавлю одно видео, где вы просто уржетесь, как тайцы искали в квартире интернет. На пятом месте перейду к очень важной части, и тоже, к сожалению, так или иначе, рано или поздно вы столкнетесь с тем, что вы не знаете тайских законов, а самое главное, вы не знаете, где их узнать. Если вы гуглите на английском языке, ничего не получается, гуглите на русском языке, то какие-то личные истории, личные мнения, недостоверная информация. Я даже уверена, что практически, если вы попросите кого-то загуглить на тайском языке, то, скорее всего, никакие законы, никакие правила, ничего в интернет не выложено. И единственный шанс получить достоверную информацию, это идти в офис к юристу. Что я и сделала, когда у нас родился ребенок. Я пришла в офис к юристу и сказала, «Здравствуйте, у меня родился ребенок, мне случайно ничего не положено за это в Таиланде». Ну, так на всякий случай. На что юрист, просто не стесняясь, начал всех спрашивать, особенно сотрудников женского пола, «У вас там ничего не положено женщинам в Таиланде после того, как вы родили ребенка». В итоге, таким образом, мы узнали, что по рождению ребенка в Таиланде, здесь, если у нас рабочая виза, мы можем получать пособия ежемесячные, а также компенсацию определенную за роды. То есть, если вы хотите где-то добиться какой-то правды, где-то получить каких-то знаний намного больше, чем просто в интернете пересказы, то, естественно, вам придется либо платить большие деньги, либо, опять-таки, всех контролировать, перепроверять информацию много раз. И вот это вот незнание законов и невозможность их узнать на 100% достоверно играет очень злую шутку со многими людьми, которые, естественно, платят за все свои деньги. Шестой пункт вытекает из предыдущего. И я чуть-чуть затронула в предыдущей программе про плюсы жизни в Таиланде это слово. Слово «коррупция». Да, с одной стороны, иногда очень даже неплохо то, что в государстве в этом какие-то мелкие проблемы, незначительные, какие-то наши забывашки. Мы можем очень быстро и мягко урегулировать. Но, когда вы живете очень правильно, когда вы очень хотите соблюдать закон, и когда вы просто, ну, не приемлете ни в коем случае никаких взяточничеств, то в Таиланде, боюсь, что вам будет очень некомфортно. Опять-таки, история из моей жизни. Наверняка у кого-то есть другие примеры. Когда мне по родам нужна была виза медицинская, точнее, мне нужно было продление не на 7 дней, как это обычно делают в иммиграционном офисе, а на больший срок, хотя бы на месяц. О чем мне выписал справку тайский врач, что я по состоянию здоровья не могу сейчас продлевать визу, куда-то выезжать, менять ее. Пожалуйста, продлите ей визу на месяц. То есть, срок был небольшой, я не просила год, но мне в иммиграционном офисе сказали, мадам, это очень большая проблема. Сколько у вас есть денег? Я спросила, на что вам нужны деньги? Если за визу, то виза стоит 1900. Если на жизнь, то мне хватает денег на жизнь, у меня работает муж. На что мне задали уже более конкретный вопрос. Сколько вы можете заплатить за визу? И я сказала, а сколько нужно? Какие расценки на эту визу? Мне сказали 11 тысяч бат. И причем это было сказано абсолютно вслух, никаких потайных конвертов, перешептываний. Я немного опешила, подумала, что возможно, правда, это так и стоит. И спросила, какие у нас есть варианты решения проблемы. Мне сказали, пожалуйста, заплатите сейчас хотя бы 2 тысячи, а остальное принесете потом. В принципе, я на это согласилась. Заплатила 2 тысячи, хотя виза стоит 1900, напомню. Мне продлили на месяц визу, я ушла домой. Я еще очень долго думала, возвращаться ли мне в иммиграционный офис и доносить деньги. То есть вот такие вот разводки на пустом месте. Возможно, это не взяточничество, это просто такие вот откровенные какие-то попытки на дурачка получить легкие деньги. Я уверена, таких примеров очень много. Опять-таки, если вдруг вы знаете какие-то свои личные друзей, пишите, мы будем просто пополнять нашу базу знаний. Но коррупция не всегда бывает приятная. Так ты скажи, а ты деньги-то донесла, или не рассказала? Нет, конечно. Думала-думала, но не придумала. Я думала-думала, но, как всегда, прошел месяц, и я решила, что уже поздно. На седьмом месте, как обычно, последнее, но не самое маловажное, это возможность, а точнее невозможность здесь в Азии ассимилироваться. Скорее всего, во всей Азии вы столкнетесь с этой проблемой, не только в Таиланде, не только в Паттайе. Я очень часто получаю такие комментарии, что вы, Татьяна, с тайцами не дружите, ничего не знаете, поэтому вам здесь, в Таиланде, трудно ассимилироваться. Нет проблемы, а немного в другом. Я объясню, что я имею в виду. Абсолютно короткий и быстрый пример из нашей жизни. Когда мы ехали на машине по своей полосе, а навстречу нам ехал тайц в очень большой машине, ну, естественно, против движения на нас. Знание правил движений сделало нас уверенными в том, что мы поступаем правильно. Мы открыли окошко машины, хотели только спросить, в чем проблема, почему на нас так нагло едет тайц. Этот тайц нам сказал, my country, I know. То есть это моя страна, я все знаю, ну, а вы вроде как посторонитесь. Мы не успели открыть даже рот, и на данный момент, когда тайц говорил эти слова, ему было все равно. Мы родились в Таиланде, мы говорим на тайском языке, мы закончили тайский университет, мы построили в Таиланде половину кондоминиумов, мы открыли какой-то бизнес, ему было все равно, потому что мы белые. И эта проблема будет преследовать вас всегда. Не важно, что вы говорите по-тайски, с кем вы дружите в Таиланде, общаетесь вы только в тайском обществе или нет. Но первична всегда ваша внешность. То есть даже если вы получите тайское гражданство, то на вас все равно будут смотреть, как на иностранца. И я вам гарантирую, что как только вы начнете говорить по-тайски, о, все заулюлюкают, вы так хорошо говорите по-тайски, но рано или поздно перейдут на английский язык, потому что это рефлекс, вы иностранец. Ровно год назад я записала видео про то, что я так боюсь в Таиланде. Это были мои личные страхи, согласиться с ними или нет, решать вам, но если вы еще не видели, переходите, посмотрите. Сегодня, в дополнение к тому видео, я записала лично мое восприятие всех тайских минусов. Как ни крути, со всем можно справиться, но вопрос, зачем? Стоит ли оно того, и перевесит ли те 7 плюсов, эти 7 минусов? Спасибо, я надеюсь, что была вам интересна, подписывайтесь, и не забывайте про мой инстаграм, потому что там каждый день я выкладываю какую-то интересную, полезную информацию о Таиланде. Всем пока! Мои личные 7 минусов Таиланда. Такая радуга, радуга. Она сказала, а сколько вы можете заплатить за визу? Кто там у нас пришел? А, тот, кто родился, да? Всем привет! Решил поделиться с вами такой вот новостью. Неделю назад ехал в кондо, нашел для себя здесь подходящую квартиру. Все очень понравилось, все очень здорово. Вечером выяснилось, что в моей квартире нет интернета. Просто нет Wi-Fi, роутер сюда не установлен в моем крыле, и просто он отсутствует. Созвонившись с хозяином квартиры, кто сдал мне ютаец, решили, что он мне установит сюда роутер. Сегодня команда, не побоюсь этого слова, команда с большой буквы, из 4-х человек приехала с компании T.O.T. И устанавливает мне уже 4-й час роутер. В принципе, сейчас покажу, расскажу, как это выглядит. В общем, компетентные люди разовещались и коллегиально приняли решение делать у меня в потолке, в комнате, делать отверстие. По их данным, там находится тот самый кабель, к которому нужно привязаться, то есть привязать модем, чтобы получить сигнал. Отверстие было сделано. Вот оно. К сожалению, они уже уехали и вот таким образом починили это отверстие. Но, черт возьми, кабеля там не оказалось по каким-то уж неведомым причинам. То есть... Ну, так бывает. После этой неудачи, опять же, ребятами было принято решение делать второе отверстие, в котором наверняка и 100% находится тот самый кабель. Отверстие было сделано. Также они его починили. То есть наклеили какую-то пластиковую фигню. То есть отремонтировали. Все стало, в принципе, как раньше. Практически незаметно. У нас таким образом уже два с вами отверстия. Вот. Но... Гадкий кабель успел ускользнуть из-за этого второго отверстия. То есть его тоже здесь нет. Если честно, восхищен мужеством и упорством данной команды, команды профессионалов, что уж там профессионалов, гурус в своем деле. Ребята сделали несколько звонков и, опять же, коллегиально приняли решение о третьем отверстии, которое находится здесь, вот надо мной тоже. Все. Опять же, они уже починили его. Вот он, третий отверстий. Таким образом, у нас уже... Есть уже три отверстия. И, чтобы вы думали, гадкий кабель успел ускользнуть в последний момент. То есть его здесь тоже не оказалось. И, наверное, да, вам показалось, что тайцы могли опустить руки и сдаться. Да? Такого не будет. Не с ними. Мы пошли дальше. После часового перерыва, потому что ребята вынуждены были уехать делать кингкау, после часового перерыва ребята вернулись и продолжили свою работу. В итоге четвертая черная дыра была сделана в подъезде. Вот здесь. И, черт возьми, мы нашли этот кабель. И теперь у меня есть Wi-Fi.